МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анатолий Иванович, вы здесь? КРИКИ 15 ноября 1975 года в Краснодаре в собственном гараже был обнаружен труп Анатолия Матюхина. Мужчина был председателем гаражного кооператива «Дружба». Выяснить, была ли смерть Матюхина несчастным случаем или его убили, удалось не сразу. Но опрос пайщиков дал понять. Погибший был человеком резким, напыщенным и неприятным. Вот только ссориться с ним никто не смел. Люди боялись, что под любым предлогом будут исключены из кооператива. Спайщиками гаражных кооперативов не церемонились. Если за время строительства водитель менял «Жигули» на «Волгу», его исключали из кооператива. Дело в том, что длина гаража рассчитывалась, исходя из марки автомобиля. Менять размер гаража запрещено. По этой причине народный любимец Владимир Высоцкий был вынужден парковать свой «Мерседес» под окнами квартиры. В 1979 году вышел фильм Эльдара Рязанова «Гараж». В кино очень точно описаны страсти, которые бушевали в кооперативах. Из числа пайщиков могли убрать в любой момент, без объяснения причин. Ничего у тебя не получится, малышка. Да, почему же? Да, я лягу поперек гаража. Не переедешь же ты через родного папу. Это? Это кого хочешь? Переедет. На место прибыл следователь прокуратуры Никишов. Первым делом он переговорил с судмедэкспертом. Я, Косович, ты уверен, что его убили? Вошел в гараж, задел висящую полку на стене, споткнулся и упал. Время раннее, в гараже еще темно. И у нас с Федором Михайловичем была такая версия. Ну, гляди сюда. Все как под трафаретку. Кроме вот этой раны в области печени. Вытянутая, края рваная и еще. Предмет, которым нанесена рана, длине гвоздей. Я еще когда тело осмотрел, обнаружил, что одна рана сквозная. Это что же получается? Его вначале чем-то закололи, а потом на эти гвозди толкнули? По всей видимости, да. Умеешь ты, Яков Савельевич, задачки задавать. Ну и когда это случилось? Суд, медэксперт предположил, смерть наступила между пятью и шестью часами утра. И предполагаемое орудие убийства мы пока так и не нашли. Умеешь обрадовать. Ладно. Пойду послушаю, что криминалист расскажет. Забираем. Обойди, там следы, я еще не заснял. Следователь заметил, следы у входа от широкого каблука. Они были четкими и глубокими. Ну, Федор Михайлович, ты тоже думаешь убийство? В гараже есть ряд свежих отпечатков. Некоторые из них с машинным маслом. Хотя на руках погибшего Матюхина следов машинного масла нет. По словам криминалиста, в момент, когда обнаружили труп, в гараже кто-то был. А это уже очень интересно. А почему я вижу следы только от одного каблука? Криминалист объяснил, что неизвестный сильно хромал из-за разной длины нижних конечностей. Упор шел только на одну ногу. Поэтому он и оставил такой четкий след. Что ж, понятно. Следователь Никишов. Женщиной, которая обнаружила труп Матюхина, оказалась хозяйка одного из гаражей, Анна Миткова. Что-то необычное не находили? Часики золотые, чистенькие. Как будто только с руки слетели. А где сейчас часы? Я не знаю. А вы что? Не нашли их? Федор Михайлович, часики золотые находил? Нет, часов не было. Очень интересно. Скажите, а среди владельцев гаражей есть кто-то, кто сильно хромает на одну ногу? Нет, но сторож наш, Игнат, вот он хромой. Записал? Так точно. Игнат Матвеевич Дрозд работал ночным сторожем в кооперативе «Дружба» уже полгода. Мужчина приходил в 9 вечера, а уходил в 7 утра. Так что убийство председателя произошло как раз в его смену. Выяснилось, что за неделю до своей смерти Матюхин решил уволить сторожа, так как тот был необязательным, да еще и любил выпить. Все это наталкивало Никишова на мысль, что сторож мог быть причастен к убийству Матюхина. Оперативники задержали сторожа в небольшой рюмочной у его дома, где он выпивал с приятелями. А вот поговорить с Игнатом Матвеевичем удалось только через сутки, когда он протрезвел. Ну что, выспался? Отвечать на вопросы будем? Ничего я не знаю. Моя смена до семи. Вот именно, до семи. А председателя вашего убили с пяти до шести. Значит, ты еще дежурил. И в гараже покойного был. У меня есть все основания подозревать тебя в убийстве. Отпечатки твоих каблуков у меня уже есть. Сейчас организую отпечатки пальцев. Если они совпадут. За что, гражданин начальник? Неужели повесить и мертвяка на меня? Тогда что ты делал в гараже? Где был в момент убийства? Понимаете? Там есть мой друг работает в соседнем кооперативе. Ну, зашел к нему, сели, покулякали, по ста грамм выпили, как всегда, по-дружески. Понимаете? Нет, ну, их председатель не чета нашему. Он осторожку утеплил, диванчик поставил. Ну, все, как говорится, для людей. Понимаете? Но вы не думайте. Я на Анатолия Ивановича не в обиде. А я думаю, все наоборот. Он же тебя уволить хотел. Гражданин начальник, не убивал я. Чем угодно, клянусь, не убивал. По словам сторожа, он вернулся в кооператив уже под конец своей смены и заметил, что дверь гаража Матюхина открыта. Подошел, чтобы поздороваться и увидел, что председатель мертв. Когда Дрозд увидел женщину, испугался и решил спрятаться в гараже. Но Миткова заглянула в гараж. Сторожу пришлось укрыться за машиной. Ну вот так все и было. А почему же ты милицию не вызвал? Говорю же, испугался я. Это все? Все. Гражданка Миткова у гаража нашла золотые часы и в панике их потеряла. Где они? Я почем знаю? Ладно. Конвойный! Ох, не надо. Я расскажу. Сторож признался, когда вышел из гаража, увидел часы. Недолго думая, забрал их. Где сейчас часы? Загнал я их за тридцатку. Приятель Дрозда подтвердил слова сторожа. Во время убийства они действительно были вместе. Кроме того, оперативникам удалось найти золотые часы. Сторож продал их одному частному скупщику. Вот они, фирмы «Заря». «Заря». Самые титулованные советские часы. На их счету множество международных призов за качество и внешний вид. «Заря» – идеальный подарок для женщины. Маленькие и изящные. Именно такие часы в фильме «Девчата» дарил Тони Кислицыной Илья Ковригин. Закрой глаза. Еще чего? Да ты не бойся. Никто тебя здесь не боится. Чего это? Нет. Ага. Тикает. Тикает. Говорят, для актера Николая Рыбникова это был не просто эпизод из фильма, а факт его биографии. В свое время такие же часы он подарил своей будущей жене Алле Ларионовой. Эти часы дали следователю одну важную зацепку. На обратной стороне этих часов когда-то была гравировка, которая со временем изрядно стерлась. Но криминалистам удалось восстановить надпись. Она гласила «Моей жене Толя». Как вы помните, убитого звали Анатолий. И он был женат. Но побеседовать с его женой следователю не удалось. Ни в день убийства, ни после. По словам соседей, последний раз Екатерину Матюхину они видели за день до убийства. Никто не знал, где она. Дома ее не было. У подруг и родственников тоже. Когда оперативник пришел опросить остальных владельцев гаражей, он заметил, что гараж Матюхина вскрыт. Кто-то сорвал с дверей пломбу. Спокойно выходим, все хорошо, все будет хорошо. Вы не имеете права, это мой гараж. Имеем право, гражданочка, вы задержаны. За что? За что? За уничтожение улик. Вы пломбу видели? Девушка сказала, что заметила какой-то кусочек бумаги на двери, но была настолько злой, что не придала этому значения. Выяснилось, что девушка и есть жена убитого Матюхина, Екатерина. Потому что вас муж убит. Тоник? Увы. Пойдемте. Пройдемте. Тоник убит? Да, пройдемте. Пройдемте. Убит председатель гаражного кооператива Анатолий Матюхин. Труп обнаружила хозяйка одного из гаражей Анна Миткова. Возле места преступления она нашла золотые часы, но увидев мертвого, выронила их и убежала. Следственная группа, которая приехала на место преступления, не смогла найти часы, о которых говорила Миткова. Сыщики обнаруживают возле гаража след от сапога. Он принадлежит сторожу гаражного кооператива Игнату Дрозду. Тот признается, что зашел в гараж к председателю, но к тому моменту он был уже мертв. Сторож подобрал часы, лежавшие возле гаража. Позже он их продал. Следователь Никишов сразу обратил внимание, что Екатерина Матюхина гораздо младше своего мужа, минимум лет на 10. По словам девушки, она ничего не знала о смерти мужа, пока ей об этом не сообщил оперативник. Почему вы мне сразу не сказали, что Толик погиб? Мы пытались, но не могли вас найти. Где вы были все это время, Екатерина Петровна? Да какое ваше дело? Где надо, там и была. Вы бы убийцу лучше искали. Мы ищем. Так где вы были? В Сочи я была. Господи, бедный Толик. В Сочи? Зачем? Сейчас же не сезон. Я решила сделать перерыв. Подумала соскучиться. По словам Екатерины, последнее время у них с Матюхиным не ладилось. Стали часто ссориться. Погибший, со слов жены, был из тех мужчин, которые любят добиваться женщинам. А когда понимают, что она от него никуда не денется, теряют к ней интерес. А знаете, каково мне было при этом? Вот я рванула на недельку. Ясно. Стойте на неделю. Не получается. Вернулись вы раньше. Почему? Женщина объяснила. Обычно муж уже на следующий день находил ее. Дарил подарки, вел в ресторан. Всячески пытался загладить конфликт. Деабилитировался как мог. А в этот раз я как дура три дня просидела в гостинице, а моего Толика все нет. Подумала, другую себе нашел. Утет меня хочет. Я оказалась права. Толя, я дома! Когда девушка вернулась домой, она увидела в квартире следы романтического свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, гад, я тебя сейчас устрою. Разъяренная Екатерина вначале решила лишить своего мужа его любимых костюмов. А потом и того, чем очень дорожил Анатолий. Его машины. А потом, когда машину его разбивала, ваш Архаровец меня исцапал. Я же не знала. Думала, Толик себе нашел кого-то. Просить меня хочет. Не получается, Екатерина Петровна. Часики женские нашли у гаража в то утро, когда ваш муж погиб. Вы думаете, это мои? Да я сроду такого не носила. Это же позолота. Пусть дворняжка подзаборная какая-то их носит. Постойте. Знаю я, чьи это часы. Часы его бывшей жены. По словам Екатерины, когда Матюхин окончательно решил с ней сойтись, забирал свои вещи, пока жены не было дома. Девушка напросилась с ним. Ей было любопытно посмотреть, как жил Анатолий. О боже, она такое носит? Это так пошло. Между прочим, это я ей подарил. А что здесь написано? Что здесь? Не важно. Ложи чисто на место. Последствия. Только пообещай, что мне ты такого дарить не будешь. Хорошо. Вот только как они оказались возле гаража Толика? Я тоже хотел бы это знать. Несмотря на то, что у Никишова были основания подозревать Екатерину, она оказалась непричастна к смерти мужа. День убийства была в Сочи, в гостинице. Ее хорошо запомнила дежурная. Выселяясь из номера, Екатерина бросила ей в лицо ключи. После разговора с женой погибшего у следователя появились две новые зацепки. Во-первых, ему предстояло выяснить, что за женщина посещала Матюхина накануне его смерти, а во-вторых, как часы бывшей жены председателя кооператива оказались у гаража. Завтра первым делом найди мне бывшую жену Матюхину. Побеседуем с ней. Будь сделана, Борис Семенович. Борис Семенович, хочешь узнать, каким оружием убили председателя? Только не говори, что это рапира. Она самая. Яков Савельевич, ты шутишь? Ни в коем случае. Все перепроверил. Вот тебе образец для наглядности. Между прочим, у нас ребята занимаются. Ох уж мне это твоя наглядность, Яков Савельевич. предположительно орудие убийства рапира. А почему не нож? Как ты это определил? Саенко объяснил, что лезвие ножей плоское и более широкое, а вот у рапиры узкое и трех- или четырехгранное. Рана Матюхина имела четыре грани и могла быть нанесена рапирой. Ну, Яков Савельевич, не любишь ты легких путей? Что мне теперь начальству сообщить? Погиб на дуэме? Ну, это ты уж сам решай. Мое дело тебе это все отдать. Кстати, в ранее следы машинного масла. И он совпадает с тем, который имеется на отпечатках пальцев из гаража. да, еще кровные осколки фары не Матюхина, но она же присутствует на его теле. В общем, там все, изучай. шах. Умеет Яков Савельевич время подгадать. На следующий день следователь пришел к бывшей жене Матюхина Татьяне Славиной, чтобы узнать о ее отношениях с бывшим мужем. Скажите, когда вы последний раз виделись с вашим бывшим мужем? С Толиком. А у вас что, есть еще бывшие мужья? Нет, извините. А с Толиком я виделась давно, года два назад. Просто у него появилась новая семья сразу же после нашего развода, поэтому видеться нам было незачем. Значит, вы утверждаете, что на прошлой неделе с убитым не виделись? С убитым? Да, его убили. А вы не знали? Ну, я как это произошло? Закололи. А у его гаража мы нашли вот эту вещь. Вы ее узнаете? Нет. Никишов заметил, что, услышав о смерти мужа, женщина побледнела. А когда увидела в руке следователя часы, растерялась. Стала говорить сбивчиво. Вначале сказала, что часы ей не знакомы, но потом сразу же добавила, что у нее были такие. Где они сейчас? Я потеряла. Когда и где потеряли? Я не помню. Простите, мне плохо. Василий, воды принеси. Да. Борис Семенович, смотрите, что я нашел. Вижу. Воды принеси. Да. 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 Вот одна из тех рапир, которые нашли в квартире бывшей жены убитого. Они стояли в коридоре в большой коробке. Оперативник случайно зацепил ее, когда торопился за водой. Оказалось, в прошлом женщина занималась фехтованием и даже имела звание мастера спорта. Эксперты подтвердили, что подобной рапирой и могли нанести ту самую смертельную рану Анатолию Матюхину. Пока криминалисты проверяли оружие, следователь решил допросить Татьяну. Он был уверен, женщина что-то от него скрывает, так как обморок Татьяны, как сказал врач, связан с резким скачком давления. Женщина очень сильно разволновалась. Я не понимаю, почему вы меня подозреваете. В вашей квартире нашли рапиру, похожую на ту, которую закололи Матюхина. А у гаража ваши часы. Подумайте, это я? Я думаю, стоит все рассказать, а то для вас все складывается крайне неприятно. Я не убивала, но с Толиком да, мы виделись. Как ты живешь? Женщина призналась, что солгала следователю. Полгода назад они случайно столкнулись с Анатолием в городе. Разговорились. Он пригласил Татьяну в кафе. Они сидели, вспоминали то хорошее, что было между ними. Потом поехали ко мне. Ну и все закрутилось. Толя жаловался, что ему плохо с этой его куклой. Говорил мне, что очень жалеет, что мы с ним расстались. Что хочет, чтобы мы снова были вместе. Так несколько месяцев все это продолжалось, но я не выдержала быть любовницей своего же мужа. Я поставила вопрос ребром. Танюш, где ты ходишь? Я целая часть тебя жду. Зря ждешь. Тань, ну, я ждал, замерз, цветы тебе купил. Я тебе уже говорила, что если ты не уйдешь от Екатерины, то наши встречи с тобой прекратятся. Я обещаю тебе, что уйду. Когда? Ну, дай мне месяц. Когда вы последний раз виделись с Матюхином? Число 14-го вечером. В тот вечер Татьяна пришла к Анатолию в надежде услышать, что он выполнил свое обещание и уже сообщил молодой жене, что возвращается к Татьяне. Толик, подожди. Хватит. Что с тобой? Ты мне обещал, что ты уйдешь от нее? Ну, раз обещал, значит, уйду. Когда месяц уже прошел. Ты пойми, там такая ситуация. Это пигалицы при разводе. Обдерет меня, лип. Когда Татьяна поняла, что Анатолий не собирается уходить от молодой жены, решительно сказала, что больше свиданий не будет. Мужчину это сильно разозлило. В общем, все непонятно. Между нами все кончилось. Я вижу, ты забыла, кто я такой. Здесь я решаю, что и когда заканчивать. Раздевайся! Скотиной ты был, скотиной и остался. отмечать. А что потом было? Да ничего не было. Я ушла. Думаю, странно. Не звонит Толя. Остыл. Остыл? А как ваши часы у гаража оказались? Я не знаю. Я клянусь в котором часу вы от него ушли. Не позже двух ночи. Кто-то это может подтвердить? Славка. Славка может. Что за Славка такой? Слава Герасименко. Приятель Толик. Я тогда выбежала из подъезда. Прошла квартал. Пыталась поймать машину. А тут Славка останавливается. А адрес и телефон этого вашего Славки? Только не говорите ему, что я у Толика была. Это еще почему? Вроде как ухаживает со мной. Вячеслав Герасименко был толковым автомехаником. Среди его клиентов элита города. С Матюхиным он познакомился еще в армии. Там и сдружились. Ходили слухи, что именно связи механика Герасименко помогали продвигать строительство гаражного кооператива. Следователь встретился с Герасименко чтобы проверить алиби Татьяны. Мне нужно поговорить с гражданином Герасименко. Это я? Что-то случилось? Убит председатель гаражного кооператива Анатолий Матюхин. Труп обнаружила хозяйка одного из гаражей Анна Миткова. Возле места преступления она нашла женские часы в ходе следствия выясняется принадлежат они бывшей жене председателя Татьяне Славиной. В ее квартире оперативник видит спортивные рапиры. По мнению судмедэксперта таким оружием могли убить Матюхина. Накануне убийства Татьяна была в гостях у бывшего мужа, с которым уже полгода тайно встречалась. Однако романтический ужин закончился ссорой. Женщина ушла. Домой ее подвез друг Вячеслав Герасименко. Следователь решил с ним побеседовать. Мне нужно поговорить с гражданином Герасименко. Это я? Что-то случилось? Ну как же. Девять дней назад погиб ваш друг и армейский товарищ. А вы к нам даже не пришли? А вот все остальные члены вашего кооператива у нас побывали. Дел у меня много, начальник, вот и не пришел. Да и не знаю я ничего. Решил пустыми разговорами не отвлекать. Похвально. Татьяну Славину, бывшую жену убитого, 15 ноября подвозили домой? Подвозил. В котором часу? Не помню, часа в два в полтретьего ночи. А что-то вам не спится так поздно? Я работался тут, еду, увидел Татьяну. А машину? На ночь вы где ставите? В гараже, только не в этом. У всех членов кооператива гаражи для обычного использования, а у меня как автомастерская. Вот это номер. Интересная вещица, что это? Чуп. Уровень масла измерять. Я думал, его проволокой замеряют. Что я, любитель проволочкой махать? я себе такое бы купил. Можно? Спасибо, у меня есть платок. Скажите, а из чего вы сделали этот щуп? Из шампура. Когда следователь Никишов увидел в руках Герасименко этот самодельный четырехгранный щуп, он понял, что не только рапира могла служить орудием убийства. Не привлекая внимания Герасименко, следователь решил проверить, такое ли масло на щупе, как и обнаруженное на теле убитого. Для этого специально испачкал пальцы, якобы рассматривая щуп. Экспертиза совпадения подтвердила. После этого у следователя были все основания для изъятия предполагаемого орудия убийства. Герасименко, это орудие убийства и принадлежит оно тебе. Ну и что? Мало кто его взять мог. Сами видели, не кооператива, проходной двор. Ни ворот, ни сторожа. А кровь твою? Тоже кто-то по фаре разбито размазал? Заодно и по телу убитого? Хватит, Герасименко! Матюхина убил ты, и я это докажу. Ну и доказывайте. За это вам и платят. Да я уже все доказал. Просто не могу понять. Мы столько лет с Матюхиным в друзья ходили, а потом взял и убил. Не друг он мне. Использовал, как и всех остальных. Так ты за это его убил? Нет, за Таньку! Люблю я ее. А он, гад, всю жизнь ей испортил. Давай ближе к делу. Без романтики своей водатой. Курить хочу. я год назад пригласил Танюху на свидание. И вроде все у нас стало складываться. Так я на радостях возьми и ляпни Толику. по словам Герасименко, он решил поступить как настоящий друг. Предупредить Матюхина, что встречается с его бывшей женой. Толик! Я сейчас приду. тут такое дело, я с твоей бывшей начал встречаться. Ты что, не мог себе другую бабу найти? Обязательно Таньку надо было. Тебе-то что? У тебя уже другая. Да ничего. Совет да любовь. Я дурак, думал он по-настоящему. Нет. И в ту ночь, когда Таню подвез, так ничего и не понял. Танюш, ты что здесь делаешь? Я у подруги была. У какой такой подруги? Да ты ее не знаешь. Как хорошо, что я тебя встретила. Отвези меня домой. Танюш, а может ко мне? Извини, не сегодня. Это потом только и узнал, что она не у подруги была. Интересно, от кого? По словам Герасименко, о том, что Татьяна его обманывала, сказал сам Матюхин. А что у вас с Танюхой, уже все? В смысле? Ну, была у меня вчера. До ночи. Чай, кофе, все дела. кишка кишка танка, мальчик. Ты будешь крутить шашни с моей женой? Заберу автомастерскую. будешь крутить гаечки у себя в сарае, понял? Посиди и подумай. А я пока к Танюхе сгоняю. Часы вчера забыла. Кувыркалась. Слава, что случилось? Кувыркалась. Герасименко. Ты думаешь я поверю в твою сентиментальную историю? Ты не просто убил Матюхина. Ты решил скрыть убийство. Замаскировал под несчастный случай. А может заранее и продумал все. Нет, это все вышло случайно. Герасименко признался. Как только понял, что убил Матюхина, запаниковал. Стал соображать, что делать. И вспомнил про полку с гвоздями, которую он же и сделал Анатолию. Ну и обставил все так, словно он на полку эту брюхом и упал. Только в гараже было темно. Я не заметил, что следы оставил на стене. Да и про часы эти чертовы забыл совсем. Только дома вспомнил, что они у гаража остались. Выводи на стене. Вячеслава Герасименко утверждал, что в момент убийства не понимал, что делает. Он был под влиянием сильных эмоций. Боялся за жизнь женщины, которую много лет безответно любил. Но суд не принял этого внимания. Вячеслава Герасименко приговорили к 15 годам лишения свободы. Татьяна часто навещала его в тюрьме. Женщина жалела, что не выбрала тихого, скромного парня, а предпочла ему Анатолия.